МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Православные верующие сегодня отмечают один из важнейших христианских праздников – Рождество Христово. Начало Нового года принесло несколько заметных изменений. Среди самых приятных увеличилась минимальная заработная плата. Родились вместе с Новым годом. 22 ребенка появились на свет в регионе в первый день 2018 года. Почетный юбиляр. 85 лет исполнилось одному из старейших руководителей агропромышленного комплекса нашей страны – Григорию Шпакову. Какой была неделя из жизни региона, расскажем в ближайшие 26 минут. Сегодня православные приветствуют друг друга поздравлениями с Рождеством Христовым. Наш корреспондент Алексин Теров побывал на службе в одном из самых известных храмов региона. Агрогородок Карма Добрского района в 1907-м здесь была освящена Свято-Покровская церковь, сохранившаяся до наших дней. Правда, в 30-х годах храм закрыли почти на десятилетия. Однако взорвать его все-таки не решились. Во времена Хрущевской оттепели с церкви сняли купола. Потом вообще развернули среди сельчан активную антирелигиозную компанию. Аняли, не давали. А мы все равно ходили в храм. Я ходила с самого, как война кончилась. Нас проучил, у нас батюшка был свой. И он и регент, и композитор, и все составлял. И мы разучились, так пели красиво, что Господи милостям. Сегодня Кармянский Свято-Покровский храм для верующих особенное место. В начале 20-го века он был построен по благословению тогда духовника Третьего Гомельского округа Иоанна Гашкевича. Именно этот священнослужитель почти 20 лет назад был канонизирован в лике месточтимых святых. На Архиерейском соборе в ноябре прошлого года Иоанн Кармянский причислен уже к лику святых общецерковных. Теперь каждый год 31 мая во всех православных храмах мира будут обязательно проходить посвященные ему службы. Оксана Сухумлина отпраздновать Рождество и еще раз поклониться святому пришла вместе с тремя детьми. Самой младшей Елене всего 3,5 года. Однако девочка ведет себя очень спокойно и отвлекается только на наш микрофон. Чтобы они знали Господа Бога, надо с младенчества приводить. Как покрестили ребенка, так и приводим. Мы так считаем, мы христиане так считаем. Утренняя нетургия в Кармянском свято-покровском храме продолжается немногим более двух часов. И все это время ее сопровождает женский хор, в составе которого несколько монахинь и местные жительницы. Доскональное знание музыкальной грамоты здесь не обязательно. За годы репетиций и выступлений уже приобретен необходимый опыт. Хотя после окончания службы они признаются, вначале думали, что могут не справиться. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Думаю, петь литургию, потом вторую, а потом еще мы ездим каждый год в Огородню, в дом престарелых, тоже поем калятки, поздравляем этих бабушек. Я думаю, все это успеть надо за день, а вечером опять вечерняя служба. И когда мы стали петь вторую литургию, я почувствовала такую силу и поняла, что тут как бы уже дело не в нас, что тут уже сам Господь дает такие силы. И думаю, что и к бабушкам мы сможем еще попеть, и еще, и еще, и еще. Наш Господь призывает делать добро для всех без исключения, и даже тем, кого мы называем врагами. Что такое настоящая вера и какой должна быть истинная любовь к Богу? Рождественская литургия – это не только возможность обратиться ко Всевышнему с молитвами, но и получить ответы на главные вопросы жизни. Если мы, например, ближнего своего ненавидим, а говорим, что любим Бога, то ложь есть. Поэтому милосердие, конечно, именно к ближнему, это является также, как говорится, и проявлением любви к Богу. Потому что именно как мы можем любить Бога, если брата свой ненавидим? Вот именно, как говорится, если мы любим своего брата, если мы исполняем дела милосердия, то таким образом мы, как говорится, тоже проявляем и любовь к Богу. 7 января закончился 40-дневный Великий пост. Гастрономическая составляющая в эти дни была не целью, а лишь средством для правильной духовной жизни, основанной на молитве. По большому счету пост без молитвы – это просто диета. После завершения рождественской службы верующие приходят в трапезную Святая Иоанна Кармянского женского монастыря, чтобы вместе отметить радостное событие. Правда, сегодня выбор блюд уже куда более широкий – от супов и самых разнообразных бутербродов до фруктов и конфет. Рождество – это действительно праздник. Олег Сентюров, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомик», Добрский район, новости недели. Мы продолжаем рождественскую тему. Об одном из самых почитаемых христианских праздников – череде благотворительных акций и философии добра – в интервью нашей программе рассказал епископ Гомельский-Жлобинский Стефан. Владыка Стефан, спасибо, что нашли время приехать в студию на Пушкина 8 в эти жаркие по-настоящему дни. В первую очередь для вас, для зрителей. Объясню, почему. Не только большие православные праздники. 3 января – день рождения. 4 января – день пострига. Впереди 9 января – день вашего ангела. Как все успеваете? Вы знаете, все это время проходит в служении литургии. Почти каждый день. Но и не только эти даты. Есть еще даты другие. В январе у меня. 14 января у меня день хиротонии в Диаконский Сан, а 30 января у меня еще и день хиротонии в Епископский Сан. Поэтому январь очень наполнен такими личными датами, которые, конечно, всегда делятся с своими близкими, с православными, которые приходят в народ Божий в храм, чтобы вместе помолиться в эти даты. Рождество Христово. А что для вас этот светлый праздник? Вы знаете, к этому дню готовишься. Особо как-то готовишься. Особо это, мне кажется, праздник такой касается семейной. Праздник детей. Ну и мысленно, если ты был хоть раз в Святой Земле, на Святой Земле, был в Афлееме, то мысленно ты всегда там, у этой пещеры, у звезды. И просишь Богомладенца, чтобы Господь вот своим пришествием мир, когда он пришел 2000 лет назад, и сегодня, повторяем мы из года в год его день рождения, мы просим, чтобы Господь мир этот даровал нам сегодня, людям, которые живут вот в таком стремительном потоке жизни, вот, чтобы ангелы, которые пели пастухам свою песнь, слава Вышнюю Богу, и на земле мир, а в людях благоволение, чтобы эти слова и к нам относились, чтобы этот мир наш духовный был в наших сердцах. Интересно, а о чем в эти светлые праздничные дни думает и молится владыка? Как проходит, если не секрет, Рождество у Вас? Ну, во-первых, что подготовка идет. Подготовка это духовное, в первую очередь, настроить себя к этому празднику, настроить окружающих, приходящих в храмы Божии, чтобы люди достойно встретили праздник Рождества, чтобы каждый имел возможность покаяться в своих грехах, приобщиться к святых Христовых тайн тела и крови Господней. Новогодние рождественские праздники, череда благотворительных мероприятий, акций, проектов. В эти дни люди становятся чуть добрее, или же это такая хорошая традиция славянского народа? Вы знаете, наверное, человек делает добро и сам становится добрее. И надо вспомнить слова апостола Павла, который говорит, что если нет любви в твоем сердце, так даже если ты примешь мученичество, то это ничего, как медь звенящая. А апостол Яков нам говорит еще, что вера без добрых дел мертва есть. И поэтому христианин особого праздника должен стремиться делать это добро, чтобы вера наша подтверждалась благими нашими добрыми делами. А еще говорят, для того, чтобы поверить в добро, нужно начать делать его. Я знаю, что большое количество добрых дел и акций благотворительных проводит в эти дни Гомельская епархия. Обо всем рассказать, наверное, эфиру не хватит. А вот чтобы главное выделили? Хочется, наверное, отметить те акции, которые проходят в детских домах, в домах престарелых. Это проходит по всей нашей Гомельской епархии. Хочется отметить наши новогодние архиерейские елки, которые проходят в кукольном театре. Вот сейчас у нас проходит акция с престарелыми людьми. Наши друзья из Германии приехали, и мы совместно проводим эту прекрасную акцию. То есть обхватить все слои населения. Вы знаете, я даже сегодня получил письмо одно, где мальчик просит купить ему ортопедическую обувь. Я сразу же отписал. Купить немедленно. То есть и в епархии есть свой Дед Мороз. Да, да, фактически, да. Владыка Стефан, а вот что в духовном плане получает человек, делающий добро? Это возрастание души человека. Но если нет добрых дел, если человек никому, ничего не делает добро, а только живет ради себя, вот такого человека эгоистом называют в миру, так? То есть жить ради ближнего. Вот задача человека, задача христианина. Не ради себя, не ради своей выгоды и наживы какой-то, а жить ради ближнего, чтобы сделать ближнему добро. А когда ты делаешь добро, не ждешь, что тебе будут то же самое. Господь всегда будет рядом с тобой, будет тебе помогать в жизни. С праздником, Владыка Стефан. Благодарю за этот интересный где-то философский разговор. До новых встреч в эфире «Беларусь-4». Спасибо. Экономическая жизнь страны и региона началась с нововведений. Вступает в силу ряд изданных в 2017 году указов и декретов. Изменились многие ставки, величины и показатели, определяющие экономические отношения в разных сферах. О самом основном. Обзор Марины Джалой. С 1 января подняли размер базовой величины. Этот показатель вырос до 24,5 рублей. Таким образом, с нового года в стране увеличились некоторые пособия, стипендии, налоги и штрафы. Кроме того, до 305 рублей увеличена месячная минимальная заработная плата. Ранее ее размер составлял 265 рублей. Наниматель обязан применять минимальную заработную плату в качестве низшей границы оплаты труда. В этом году вступают в силу многие нормы декрета номер 7 о развитии предпринимательства. Документ предусматривает кардинальное изменение механизмов взаимодействия госорганов и бизнеса. Минимизирует вмешательство должностных лиц в работу субъектов хозяйствования. При этом сохраняется необходимый уровень контроля со стороны государства. Для достижения этих целей введен уведомительный порядок осуществления наиболее распространенных видов экономической деятельности. Их перечень определен декретом. Это в частности бытовые, туристические, социальные услуги, деятельность в сфере торговли и общественного питания, перевозок. Таким образом, действие документа охватывает сферы, в которых сосредоточено около 95% малого и среднего бизнеса. Например, до 2020 года не допускается повышение существующих налогов и введение новых, а также сборов пошлин. Владельцы интернет-магазинов с 1 января получили возможность применять упрощенную систему налогообложения. Она предусматривает меньше форм отчетности, затрат на бухгалтерию и в некоторых случаях более выгодную ставку налога. Исключен еще один из административных барьеров, который предполагал согласование режима работы для всех торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания. По новому декрету также больше не нужно согласовывать наружную рекламу и рекламу на транспорте. Еще один указ номер 376 позволил уйти от системы плановых проверок и усилил профилактическую работу контролеров. Проверять то или иное предприятие инспекторы будут выборочно, только при наличии комплекса оснований. Перечень госорганов, которые будут уполномочены проводить проверки, значительно сократили. Указ предусматривает, что деятельность субъекта может быть приостановлена только в судебном порядке. При этом руководитель предприятия, который не устранит нарушения, будет нести полную ответственность вплоть до уголовной. С 12 января вступит в силу указ номер 364 об осуществлении ремесленной деятельности, которая не только расширяет перечень ее видов, но и дает возможность рекламировать свою продукцию через интернет. Напомним, что теперь к ремесленничеству относятся все виды творчества, которые осуществляются на основе ручной работы. Уточнены места и способы реализации продукции. Ремесленники могут продавать изделия непосредственно в мастерских, доставлять и переслать товары покупателям. Год только начался. Будем надеяться, что бизнес-климат в стране и регионе будет улучшаться благодаря принятым документам и тем, которые пока еще рассматриваются. Марина Джала, Игорь Морищенко, Новости недели. В рождественские дни стала доброй традицией отмечать все на высшем уровне вклад белорусов в развитие и духовное обогащение нашей страны. Президент Беларуси Александр Лукашенко присудил премии за духовное возрождение и специальные премии деятелям культуры и искусства. Среди лауреатов есть и представители нашего региона. Подробности далее в обзоре от службы информации. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Две сотни новогодних подарков от президента Беларуси доставили в Гомельскую областную детскую больницу. Передать их в руки детям приехали депутаты и представители областного управления здравоохранения. Они посетили маленьких пациентов кардиологического и лор-отделений. Кроме того, игрушки и настольные игры от имени президента на этой неделе вручили ученикам вспомогательных образовательных учреждений региона. Камеры видеонаблюдения планируют установить в детских садах Светлогорского района. После того, как из детсада в райцентре вечером 3 января сбежали три мальчика, проводятся проверки. Прорабатывается дополнительный комплекс мер, который позволит исключить в дальнейшем подобные ситуации. В районе создана специальная группа, которая будет посещать детские сады, проверять организацию прогулок и входной режим. В Гомеле вручили подарки матерям, которые родили детей 1 января. Сюрпризы подготовили представители Белой Руси, городского управления по труду, занятости и соцзащите организации и предприятия города. Активисты побывали в третьей городской больнице и областном роддоме. В первый день Нового года в областном центре на свет появилось 12 малышей, а в целом по области 22 ребенка. К другим темам. 8 января в Беларуси завершится выдвижение кандидатов в депутаты в местные советы. Это последний день сдачи документов в избирательные комиссии. В течение 10 дней избиркомы будут проверять бумаги. В первую очередь, декларация о доходах и подписные листы. 18 января стартует самая активная фаза предвыборной кампании – агитация. Морозы до 9 градусов ожидаются в Беларуси в начале следующей недели, сообщили в Республиканском гидромете. В Гомеле метеорологи прогнозируют уже этой ночью похолодание до минус 4. Завтра днем будет около нуля, во вторник – минус 2. Начало января в стране выдалось необычайно теплым. В лесах появились грибы и цветы, были даже замечены майские жуки. Интересно, что в прошлом году в нашей стране ночь с 6 на 7 января была самой холодной. Морозы достигали 32 градусов, наблюдались сбои в технике и перебои с отоплением. Старейшина агропромышленного комплекса Беларуси, председатель правления колхоза 50 лет октября Речицкого района Григорий Шпаков отмечает 85-летний юбилей. Бывший моряк-подводник, инженер-механик, заместитель директора школы и главный инженер одного из сельскохозяйственных предприятий, он уже почти половину века возглавляет одну из лучших хозяйств страны. С юбиляром встретились наши корреспонденты. Начало нового 2018 года для председателя правления колхоза 50 лет октября Григория Шпакова стала скорее праздничным, чем деловым. Даже на традиционной утренней планерке речь идет не только о производственных показателях. В конце концов, 85-летний юбилей – это действительно знаменательное событие. Сам юбиляр говорит, что на пенсию пока не собирается. Жизнь – это прежде всего работа и уважение людей. Без этого руководитель себя не представляет. Впрочем, как и в любом правиле, и здесь есть исключение – семья, которой Григорий Шпаков очень гордится. Руководство Реческого райисполкома об этом знает и во время официального поздравления делает неофициальное отступление от текста. У вас еще два маленьких ребенка подрастают, мальчика. Поэтому долгие годы финансово, чтобы вы им помогали, поддерживали, и чтобы они гордились делом. Самое главное, что у вас есть для кого жить, есть к ним гордиться, и чтобы это вам приносило долгие годы еще радость. В эти места семья Шпаковых пришла в поисках лучшей жизни в конце 19 века из деревни Уть Доброжского района. Надежда на счастливое будущее, как и у многих земляков, перечеркнула Великое Отечественное. Из девяти детей шестеро не вернулись с фронта. Еще один замучен пособниками оккупантов. Историю своего рода нынешнее поколение Шпаковых помнит хорошо. Что касается самого юбиляра, то в 1952 году будущий заслуженный работник сельского хозяйства республики стал моряком-подводником. Отличник боевой и политической подготовки, старшина первой статьи, сразу после демобилизации поступил в Белорусскую сельхозакадемию. Работа для него на долгое время стала смыслом жизни. Хотя без надежного тыла достичь успехов было бы сложно. Трое детей, пятеро внуков и двое правнуков. Несколько озорные, может слишком. Я считаю, требую от своей внучки, чтобы она относилась к ним более серьезно. Ну, она, она вот говорит, что все так. А дети говорят, вы над нами никогда, вернее, ты никогда над нами насилие не проявлял. Но мы понимали, понимали по взгляду, понимали по выражению, как надо себя вести. Через один год и три месяца Григорий Шпаков отметит еще один юбилей. 31 марта 1969-го он возглавил колхоз 50 лет октября. С тех пор каждые три года отчитывается перед общим собранием и снова выбирается на пост председателя правления. Согласно коллективному договору, пересмотреть свое решение сельчане могут в любой момент. Но ни разу такую инициативу никто не озвучивал. Колхоз 50 лет октября для Григория Шпакова действительно смысл жизни. Неистащимая энергия организатора, высокий профессионализм, настойчивость в достижении цели, умение работы с людьми позволили вам получить заслуженное уважение и авторитет. Это цитаты из поздравления председателя Гомельского облсполкома Владимира Дворника. Возраст 85 лет, но дайте землю, иначе не будет развития предприятия. Он думает на пирот еще. Хотя сегодня 32 литра молока производства в этом предприятии. Это очень высокий результат. Больше 25 литров молока на кровь дует сегодня. И какой парадок вокруг, посмотрите. На мехдворе, на фермах, в деревнях, на машинном дворе. Везде парадок. Колхоз 50 лет октября – одну из двух хозяйств Гомельской области, сохранившая коллективную форму собственности. Менять ее Григорий Шпаков не планирует. Главное – результаты. А они впечатляют. Пять раз хозяйство признавалось лучшим в республиканском соревновании по уборке зерна. Доходы, полученные от реализации молока и мяса, позволяют стабильно развиваться без помощи кредитов. В этом году средняя зарплата в колхозе должна превысить тысячу рублей. Причем это будут именно заработанные средства. Когда я все трудовые коллективы поздравлял с Новым Годом, так после поздравления я нацеливал, что каждый коллектив мы должны отработать, чтобы он работал как часы. Как часы. И чтобы каждый член коллектива знал, что деньги надо зарабатывать и столько, сколько хочет. А моя задача, задача правления и специалистов – создать такую обстановку, чтобы люди могли заработать. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Евгений Макенко, телерадиокомпания «Гомель». Новости недели. Реческий район. Далее в программе – обзор новостей культурной жизни. Новогодние и рождественские праздники подарили не только множество приятных моментов и ярких воспоминаний. Мир культуры на первых страницах 2018-го успел оставить заметки о некоторых интересных событиях. Все подробности прямо сейчас узнаем у Александра Лупиненко. В округе еще витает атмосфера праздника, а мир культуры и искусств уже готов предложить нам новую порцию арт-перформансов. Но для начала предлагаю вспомнить новогоднюю ночь и еще раз пережить все яркие мгновения. А после совершим променад по выставочным залам. В новогодних гуляниях в Гомельской области приняли участие более 42 тысяч человек. В саму новогоднюю ночь в Гомеле прошла акция «Минута добра». Незадолго до боя курантов гомельчане и гости города, пришедшие на центральную площадь, смогли стать ее участниками. Ведущие озвучили номер телефона, на который можно присылать сообщения. Поздравления родным, близким, знакомым, друзьям, коллегам, землякам. Организаторы мероприятия выбрали самое креативное, интересное и душевное послание. Его автор получил приятный новогодний сюрприз. Более 200 маленьких жителей Гомельщины стали участниками сказочной программы, подготовленной общественным объединением «Белорусский детский фонд». Встречали юных гостей из разных уголков области в Гомельском театре «Кукол». Участниками благотворительного праздника стали дети-сироты из детских домов семейного типа, дети-инвалиды, а также юные жители Гомельщины из неполных и многодетных семей. Новогоднюю тему продолжили в музее автографа Центральной городской библиотеки имени Герцена. В рамках проекта «Выставочное пространство молодым» здесь открылась фотовыставка фотографии Виктории Кручко «Праздник Рождества. Традиции и современность». На выставке представлено 20 работ в жанре городского пейзажа, отражающие дух и настроение европейских городов, которыми они пропитаны в канун Нового года и Рождества. Во всех странах нарядно украшают елки, готовят друг другу подарки, ждут Санта-Клауса и спешат порадовать себя купить долгожданные товары на рождественских ярмарках. Но каждая страна имеет свои неповторимые традиции празднования Рождества. Выставка продлится до 24 января, вход свободный. Тем временем в Музее редкой книги в библиотеке имени Ленина открылась выставка, посвященная 95-летию создания СССР. Экспозиции редких коллекционных и миниатюрных книг гармонично сочетаются с аутентичными денежными знаками, медалями, значками, открытками и марками разных времен. Также представлены комсомольские билеты, атрибутика Олимпиады 80, техника, которая выпускалась в Советском Союзе. Отдельное место занимают экспонаты, связанные с историей БССР. Например, историко-экономический очерк «Гомель» 1972 года выпуска. Выставка будет работать до 6 февраля. Такой была первая культурная неделя Нового года. Ну а прямо сейчас о тех событиях, которые совсем скоро произойдут в мире искусств. Эстрадный симфонический оркестр имени Юрия Василевского готовит большую программу к юбилею Владимира Высоцкого. Концерт состоится 25 января на сцене общественно-культурного центра, начало в 18.30. Во дворце Лумянцевых и Паскевичей продолжает работу выставка «Сокровища Древнего Египта». На ней представлены более 300 уникальных экспонатов. Выставка будет работать до 2 марта. Ну а в эти выходные и праздничные дни Гомельский областной драматический театр приглашает и детей и взрослых на спектакль «Летучий корабль». Обзор культурных событий для вас подготовили Александр Лупиненко и Сергей Лукашук специально для программы «События недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова